У нас сегодня второй день выставки, так что я уже получила номерок. Сейчас будем готовиться. Я только что ходила, смотрела на израильского эксперта. Он так как-то долго судит вообще. И все время, пока он смотрит на собаку, она должна стоять в стойке. Это жесть, потому что Сэмми не очень впечатлен тем, что ему надо стоять без движения. В этой идеальной такой стойке так долго. Поэтому не знаю, что это будет. Мы только что пытались с ним потренироваться. Он, ну, немножко дольше он стоит. Ну, я очень переживаю насчет того, как оно все пойдет. И сегодня, кстати, я примарафетилась. Я уже в платье. Потому что вчера я заметила, что я пришла вообще такая на расслабоне. Там джинсы бойфренды короткая, футболка. А смотрю, все, кто выступают, они в платье, в белых вообще. Мужчины в брюках с рубашками. Короче говоря, это, судя по всему, надо приходить. А так как на экзамен ты приходишь, ну, как принято на экзамен более нарядному приходить. Я так посмотрела, я так одета вроде не по форме немножко. То я сегодня уже принарядилась. Платьечко наш номер вот сюда приклеила. И зацените мои коленки. Они уже такие грязные от того, что постоянно на коленях стою с ним, когда я могу управлять стойку. Короче говоря, да. В общем-то, ну, посмотрим. Сегодня, по идее, мы должны раньше освободиться, потому что мы выступаем в 14-й. И перед нами не слишком много пород, не слишком много собак в каждой породе. Поэтому посмотрим. Мы уже вернулись с выставки. Сегодня мы тоже выступили точно так же. заняли третье место тоже, чему я просто безумно рада, потому что, как для первого раза, по-моему, это вообще отличный результат. И, кстати, этот израильский эксперт поставил нам даже лучшие оценки. Ну, у нас и так отлично, как бы, по всем характеристикам. Но он еще отметил, что у него там какой-то супер-пупер окрас. Очень понравился ему окрас. А все остальное у нас, как бы, отлично. Единственное, он тут написал, что ему не хватает хендлера. То есть, грубо говоря, это означает, что съемка очень непослушный. Что на самом деле так и есть, это правда. Вот. Надо было мне просто его тренировать, начать где-то, ну, минимум заметить до выставки. А я начала только за неделю. Поэтому это, конечно, мне минус, а не ему. Вот. А сейчас, я не знаю, я так, такой себе уставший чувствую. Это просто какой-то капец. У меня даже сил камеру нет держать. Я не знаю, сейчас может вообще спать лягу. Я еще вчера так протупила. Я скачала приложение на телефон, которое называется Thigh Slimmer. Грубо говоря, это вот так вот оно выглядит. Это челлендж на 30 дней. То есть, там небольшие упражнения. Каждый день тебе говорят, какие упражнения надо делать. Занимает оно, ну, совсем немного. Там, может, минут 15 максимум эта тренировка занимает. Но ты каждый день делаешь то, что вот тут в челлендже указано. И, по идее, за 30 дней должен быть какой-то там результат. И эти челленджи есть на разные области тела. Я взяла конкретно на ноги и попу, потому что у меня это самые проблемные зоны мои. А там есть на руки, есть на пресс, есть, по-моему, на общее какое-то, ну, как спина. Там, я не знаю, ну, разные-разные штуки есть. Вот. И я взяла себе вот этот. Вчера я сделала первый челлендж. И вроде бы там ничего сложного. То есть там, ну, там что-то 30 приседаний, 30 там каких-то еще чего-то. Короче, не так уже много всего. Но у меня сегодня так адски болят ноги. Это просто капец. И еще с Эмиком надо постоянно приседать. Там то, сё, пятое, десятое. Постоянно с ним как-то вот, ну, в движении находиться. И у меня так ноги болят. Просто вообще. Думаю, я сейчас завалюсь спать. Наверное, и буду спать. Ну, в общем-то, да. Так вот прошла наша выставка. Мы остались очень довольны результатами. У меня не создалось такое впечатление, что там как-бы все было проплачено. И все было решено еще до выставки. Потому что сегодня победили абсолютно все те же собаки. Только поменялись местами. Первое и второе место. То есть вчера победила собака, которая мне, откровенно говоря, меньше нравится. А та, которая мне больше понравилась, она заняла второе место. А сегодня наоборот. Вот та, которая мне больше понравилась, заняла первое. А этот занял второе. Мы как бы без изменений наняли третье. Вот. Ну, короче говоря, не знаю. Пойдем. Наверное, еще будет весной выставка. Я думаю, мы еще сходим. Наверное, немножко нам надо похудеть. Немножко потренироваться. И пойдем за первым местом. Мы решили закончить сегодняшний день прогулкой по морю. Вот сейчас вот приехали на пляж. Сэмик тут еще пока не отрывается. Потому что мы его еще не отпустили. Вон он там бегает. Сегодня такой денек вообще какой-то как в бреду у меня. Такое впечатление, что выставка уже была три месяца назад. И я это все время потом не знаю, где я провела. Ну, короче, в каком-то забытие. Вот. Мы с Сэмиком пришли. Увалились спать. Провалялись. Ну, я, правда, не спала. Но провалялась все это время аж вот до... Сколько сейчас? Наверное, полшестого. Вот. Поэтому на этом, наверное, будем заканчивать этот влог. Потому что уже особо ничего точно происходить не будет. Я сейчас вот похожу тут. Сделала я, кстати, второй день этого челленджа. И откровенно могу сказать, что мои ноги просто как будто в тиски зажали. Вообще так все болит. Стоит только там пару месяцев не позаниматься. И все, и тебе хочется сдохнуть каждый раз после того, как ты снова начинаешь заниматься. Не весело, однозначно. Ладно, в общем, буду заканчивать. Спасибо, что были со мной. Поставьте лайк мне. Поздравьте Сэммика. Пожелайте нам удачи на следующих выставках. Потому что мне кажется, что это не последняя наша будет. И увидимся с вами в следующих влогах. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok